Сегодня мы обсудим ситуацию в Венесуэле, о различных санкциях и последствиях для диктаторов. На самом деле события, которые происходят в Венесуэле, они очень важны, они по своей значимости во много раз выше, чем события, которые происходят в других странах. Даже не умаляя заслуги в Армении того, что происходит, я скажу, что Венесуэла повлияет колоссально на падение диктаторов во всем мире. Вы, наверное, знаете, что в Венесуэле исполняющий обязанности стал руководителем Национальной Ассамблеи или Сената, по-моему, молодой человек Хуан Гуайдо. Ему 35 лет, и он принял присягу и стал исполняющим обязанность президента. При этом существующий президент Мадуро оппозиции признан нелегитимным и поддержал Гуайдо, весь народ. Миллионы людей выходят на улицы с поддержкой именно Хуану Гуайдо. Здесь что важно? Важно то, что когда нынешний президент Мадуро объявил о том, что он проводит так называемую инаугурацию, выборы у них были в прошлом году летом, а он решил инаугурацию провести в январе, при этом результаты выборов не признаны практически никем, кроме таких авторитарных стран, как Россия, Китай и ряда вот таких же стран, как Венесуэла или близкие типа Северной Кореи. И сотни тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки Мадуро, и, собственно, вот произошли такие интересные изменения. И сейчас тоже там идет противостояние, но очевидно, что мы скоро станем свидетелем падения этого режима. Вы, наверное, знаете, что вот это противостояние против именно Мадуро, столкновение, когда у власти был Уга Чавес, они уже продолжаются, ну, последние как минимум 6-7 лет. И особенно все это обострилось после того, как власти пришел Мадуро 5 лет назад, и стремительное падение началось их национальной валюты, миллионы процентов инфляции, то есть ситуация в этой стране очень плохая. За короткое время Венесуэлу покинуло около 3 миллионов человек, и они распределились по соседним странам. Многие уехали в Европу, и, ну, основная часть, конечно, переместилась в Латинскую Америку, или, собственно, саму Америку, Мексику. В общем, беженцев очень много, несколько миллионов человек. Вы все должны понимать, та так называемая политика, которую проводит нынешний президент Мадуро или Уга Чавес, на самом деле это живая политика, якобы она социалистическая, якобы там поддерживают бедных и так далее. На самом деле это все приводит к краху экономики. И вы должны знать, ни одна экономика мира не показала успехов в так называемой красной, типа советской системе управления. Нет вообще в мире примеров успешности, просто ни одного примера. Это концлагеря, это пытки, это миллионы жертв, это насилие над людьми, полный тоталитарный контроль над всем, над средствами массовой информации. Вот когда мы сейчас смеемся над Северной Кореей, Северная Корея это жалкая копия Советского Союза. То есть я половину жизни провел в Советском Союзе и вам ответственно заявляю. Ничего хорошего там не было, не было продовольствия, десятилетиями можно было стоять в очереди, был полный бардак и коррупция на всех уровнях власти. Так вот, собственно, в итоге в Венесуэле вот такие события развились. Я хотел бы сначала рассказать, какая ситуация сложилась, а затем откомментировать уже связывая действия народа Венесуэлы уже с тем, что происходит и будет происходить в Казахстане. Итак, сейчас нынешний исполняющий обязанности президента Хуан Гуайда поддержан всеми ведущими странами мира. Поддержан США, поддержан Канадой и рядом других стран. В частности, США ввело санкции против государственной компании, все активы ее заморожены. И США запретила своим гражданам покупать нефть у Венесуэлы и вообще ввести какие-либо деловые сделки с Венесуэлой. И Европа тоже отказалась от покупки нефти у Венесуэлы. И если кто-то думает, что завтра купит Россия, завтра купит Китай, чтобы вы понимали, что если идти в России своей нефти много, а не экспортеры, если говорить о Китае, то китайская экономика полностью завязана на Америке и Европе. То есть фактически весь экспорт распределяется по меру следующим образом. Основная доля приходится на Америку и Европу. Все крупнейшие производства страны, которые есть в Китае, организованными инвесторами из США, из Европы, из Японии, то есть из ведущих стран мира, из ведущих именно рыночных стран, демократических стран. И поэтому Китай ссорится с США и Европой просто не с руки. Если эти страны начнут оказывать давление торговое на Китай, то вы понимаете, там сотни миллионов человек работают, экспортируют, соответственно, эту продукцию именно в первую очередь США и Европу. Просто экономика Китая обвалится. И поэтому хоть Китай и признает нынешнего президента Мадуро и так далее, но конфликтовать США с Европой Китай точно не будет. И вот еще следующее действие. Ведущие страны мира, раз они согласились с тем, что исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо, реально именно он президент, а не Мадуро, то они фактически прекратили обслуживать денежные переводы и указания со стороны нынешнего руководства президента Мадуро. США заявило, что этими средствами, которые заморожены, может пользоваться исполняющий обязанности Хуан Гуайдо. Это на самом деле очень сильный и беспрецедентный шаг, который мы должны принять во внимание и когда будем обсуждать по смене режима в Казахстане. Вы знаете, что Англия отказалась выдать золото на сумму 1,2 миллиарда долларов нынешнего президента Мадуро, и тоже этот резерв будет в ведении нынешнего исполняющего обязанности Хуана Гуайдо. Вообще все эксперты говорят о том, что сейчас нынешний президент Мадуро держится на волоске. Ну, во-первых, полиция какая-то часть, основная часть, выполняет поручения и приказы Мадуро, армия объявила о нейтралитете. И на самом деле, когда вот такие меры, как по ограничению предоставления ресурсов, по их замораживанию, по запрету на продажу нефти, они начнут действовать, они уже начали действовать, у нынешнего руководства возникнет проблема наличности, как платить заработную плату тем же самым полицейским. И вы понимаете, что зарплату полицейским будет в состоянии платить именно новый исполняющий президента Хуана Гуайдо, а не нынешний Мадуро. То есть через течение какого-то короткого срока мы будем свидетелями, как массово будет переходить на сторону исполняющего обязанности Хуана Гуайдо, как полиции, так и армии, не говоря уже о приближенных чиновников, которые находятся в окружении нынешнего президента Мадуро. У меня здесь спрашивают, может ли быть у нас такой сценарий. У нас такой сценарий может быть, но он должен иметь определенный легитимный характер. Как раз вот этот прецедент, который произошел сейчас с признанием лидера, лидером Венесуэлы, нынешнего спикера парламента, он является очень важным и показателем. Обратите внимание, что значит легитимность. Ну, во-первых, США признала легитимным исполняющего обязанности президента спикера парламента. То есть они поддержали легитимный институт, который не признает Мадуро, то есть парламент страны. И в соответствии с конституцией и законами Венесуэлы, они поддержали именно легитимную структуру парламента, его руководителя. По законам Венесуэлы, в случае смерти президента страны, исполняет обязанность президента именно руководителя парламента. Поэтому они юридически сделали все правильно. Я хочу отметить, что все эти действия не могли быть сделаны, если бы Гуайда не поддерживал народ. Вы обратите внимание, сотни тысяч по всей стране выходят людей в поддержку Гуайда. Сотни тысяч людей выходят на митинги с требованием отставки Мадуро. То есть его легитимность поддержана поддержкой миллионов венесуэльцев. Миллионов. Не может так получиться, чтобы кто-то вышел на площадь, объявил себя исполняющей обязанности президента, собрал 100 человек и ожидал бы, чтобы его вся страна поддержала, не говоря о том, чтобы его поддержал ведущий западный мир. Такого, конечно, не будет. Именно должна быть такая структура, чтобы она была очевидной, что ее поддерживает народ, что там миллионы. И в этом смысле вы понимаете ключ, куда нужно двигаться. Сейчас есть в стране оппозиционные движения, демократические выборы Казахстана, которые объединяют сотни тысяч человек. Наша задача есть сделать максимально легитимный, получить поддержку нашего народа. Очень важно, чтобы на митингах люди выходили после наших обращений, и действительно сотни тысяч людей поддерживали наши лозунги. Это усиливает и поддерживает легитимность политического движения, демократический выбор Казахстана. Мы разработаем разные механизмы, которые нам позволят идти к этой цели, которые нам дадут легитимность, дадут нам силу и поддержку, соответственно, ведущих стран мира, но в первую очередь самого народа. Только тогда, когда мы получим открытую поддержку сотен тысяч наших граждан, только после этого мы можем надеяться и быть уверенными, что западный мир, ведущие страны поддержат нас, и органы управления демократического выбора Казахстана смогут получить контроль над денежными ресурсами страны. Здесь меня задают вопрос, значит нам надо массу выходить, чтобы запад признал нелегитимность шала, да, именно так. Только тогда, когда народ выражает активно свое возмущение и проявляет свой протест, только тогда весь цивилизованный мир поймет, что нынешний режим нелегитимный, что народ его не поддерживает, и только после этого запад может развернуться и поддержать нас. Сейчас таких признаков мы не подаем. Отдельные акции есть, отдельные митинги небольшим количеством людей, и запад выжидает, только когда будут выходить сотни тысяч людей, только тогда мы получим серьезную поддержку. Я вам хочу сказать, какие инструменты могут попасть в руки оппозиции. Ну, во-первых, национальный фонд, он в основном в долларах США или в евро, какой-то надежной валюте, это в большей степени именно ведущие страны мира, это доллары и евро. В национальном фонде порядка 70 тысяч долларов, национальный банк контролирует свыше 20 миллиардов долларов, то есть сумма около 100 миллиардов долларов всех резервов страны, которые лежат в ценных бумагах или других активах, можно получить под контроль в случае, если нас признает западный мир как политическую структуру, которая поддержана народом страны. Следующий шаг, то, что реализовано в Венесуэле, это арест активов крупных национальных компаний. А что это значит арест активов? В основном эти активы находятся в Казахстане, но эти компании получают за свои услуги в валюте, в долларах США, в евро. И поэтому, если нас поддержат, то, безусловно, последует арест этих активов в виде долларов и евро. И опять же, мы сможем получить контроль и доступ к этим счетам, то есть фактически все ресурсы страны мы можем взять под наш контроль. И это, соответственно, обесточит этот режим. У него не будет возможности выплачивать деньги своей полиции, своим военным и еще кому-то, которые являются поддерживающими структурами этой нелегитимной власти. Механизмов объявить нелегитимность и доказать нелегитимность достаточно много. Я уже озвучивал, что никогда не было выборов. Выборов не было. Потому что любые выборы, они предполагаются на альтернативной основе. В 91-м году, 1-го декабря, Назарбаев пошел на выборы. КАЗ СССР тогда было. И на этих выборах не было альтернативного кандидата. То есть любые выборы, они предполагают хотя бы одного кандидата. В 91-м году его не было. То есть начиная с самого начала, Назарбаев был нелегитимный. Еще я хочу вам напомнить, что 1-го декабря 1991-го года он шел на выборы страны КАЗ СССР. Причем самого СССР уже не было. Из СССР вышли все, включая Россию. Предпоследнее вышло Трукмения. И получается, что проводились выборы президента несуществующей юридической страны КАЗ СССР. Все последующие выборы Назарбаева тоже были нелегитимны. Они, во-первых, нарушали соглашение, известное ПАК о гражданских правах, участником которого является Казахстан. И много кандидатов не были допущены на выборы, используя разные способы подавления кандидатов. Против них возбуждались уголовные дела. Придумывали, что якобы они не знают язык. Назарбаев находил массу способов. Таким образом, оставался один нелегитимный президент, который проводил нелегитимные выборы. Эту часть мы еще раз многократно разберем. Я буду излагать позиции юристов, какие нормы были нарушены. Поэтому то, что Назарбаев нелегитимный, это мы все юридически аргументируем. Аргументируем везде, и в западных странах тоже. Но самым главным является то, что легитимность любому руководству страны, парламенту, депутатам, президенту, неважно как это называется, дает народ. Потому что по конституции нашей страны, по конституции даже Назарбаевской, источником власти является сам народ. И так устроено это практически во всех странах мира. Одним словом, если мы как политические движения получаем массовую поддержку народа, которая выражается именно результатами итогов выборов, массовой поддержкой выходом наших требований, именно выходом на митинги, вот именно это дает легитимность нашему политическому движению и всем тем инициативам, которые мы выдвигаем на данный момент. Поэтому, ребята, когда мы говорим о Венесуэле, имейте в виду, что легитимность там сформирована за счет массовой поддержки народа. И не надо пугаться. Там опять говорит о том, что это войска России ведет и так далее. Этот бред натуральный. Я по этому поводу в прошлом году много раз выступал. Зайдите в ответ МК. И там есть мои ответы. Не надо пугаться ничего. Не ситуация, как в Украине, все прочее. Когда народ единый, когда народ выступает обедненным, никакая агрессия нам не страшна. Не говоря о том, что есть масса всяких международных договоров, которые дают нам суверенитет и защиту от любых таких движений со стороны соседей. Я говорил, что Россия сейчас бы самой удержаться. Потому что ситуация в России нестабильная. И такая политика Путина только приведет к распаду России. Как в свое время Советский Союз распался, так и Россия уже распадется. признаков много. В первую очередь это может произойти, когда экономическая ситуация будет все больше и больше ухудшаться. И безусловно с этой страной произойдут большие катаклизмы. Это уже неизбежно при Путине. Уже четко видно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Венесуэлу поддержала Россия, Китай и какие-то вот такие кривые страны. Эти кривые страны диктаторские, они поддерживают друг друга, как бандиты, бандитов поддерживают. Ну кто друг, например, России, Казахстана? Зимбабве, где сидят диктаторы, где голод, где масса выступлений, где запрещают интернет. Это Северная Корея, это вот такого типа страны, что у России, что у Казахстана. И поэтому мы живем как они, очень плохо. А ведущие страны мира, там где демократия, где голос народа и народ всем управляет, это как США, ведущие страны Европы, они не поддерживают такие диктаторские режимы. Если мы говорим, что наш курс на Америку и ведущие страны Европы нам не по пути с политикой России, нам не по пути с Северной Кореи, именно мы будем ориентироваться на демократический принцип развития страны. И безусловно, мы от этих стран и будем получать поддержку, любую, как политическую, так и экономическую. Но в целом нам нужно ориентироваться на свои силы. Наша страна богатая, у нас достаточно умных, толковых людей, мы сами справимся со всеми проблемами. Просто мы прекратим давать возможность людям воровать этой политической верхушки, во главе с Назарабаем, и тогда у нас все будет нормально. Давайте мы отмоделируем ситуацию. Вот представьте, что у Венесуэлы запасов нефти значительно больше, чем у Саудовской Аравии. Несколько раз больше, чем в России. Это фактически все основные мировые запасы сосредоточены в Венесуэле. Эта страна производила свыше трех миллионов баррелей в сутки, сейчас около двух, и падение ожидается еще больше. Фактически, даже экспортируя, а экспорт нефти, именно экспортные позиции занимает 95 процентов в балансе в Венесуэле. Вот представьте себе, какой удар сейчас наносят Европа и США, именно помадуро. Что фактически они запрещают покупать нефть у Венесуэлы. И куда пойдет Венесуэла со своей нефтью, на какие рынки. Теперь представьте, что будет, если действительно будут прямые санкции по Назарбаеву. Сначала, прежде чем по санкциям поговорить, я хотел бы сказать, о каких случаях они возникают. Они возникают в таких же ситуациях, как с Венесуэлой. А именно, когда недород недоволен, народ протестует. Когда власть не слышит свой народ. Когда нет честных выборов. Когда оппозиции преследуются. Когда у власти мафиозная власть, как Венесуэли. Когда сотни тысяч людей выходят с требованиями, а эта власть не слушает их. Именно тогда начинает действовать маховик репрессий таких стран, как Венесуэлла, таких стран, как США и ведущие страны мира Европы. И вот представьте себе, что давайте отмоделируем эту ситуацию. Когда наши граждане, недовольные действиями, но султан Назарбаева требует его отставки, требует каких-то экономических реформ и так далее. Когда десятки тысяч людей выходят на улицу. Когда мы, демократический выбор Казахстана, объединяем десятки тысяч людей в один кулак. Когда этот режим оказывает на нас давление, безусловно, в эту ситуацию, как обычно, включается пакет санкций. Потому что режим обычно начинает действовать грубо, с нарушением действующей законодательства, даже того, который, закон, который они сами же его выпустили, написали. И вот Казахстан производит суммарно нефти более 90 миллион тонн. Представьте, на какой-то момент, если нефть не покупает, накладывает санкции, вы представляете, это будет просто катастрофа. Это Казахстану будет некуда нефть качать, некуда продавать. Деньги резко прекращают поступать в страну. Нефтяные скважины перестают работать. Это будет катастрофа для нынешнего режима. Поэтому, чтобы вы понимали, для чего нам нужна поддержка Запада. Нам нужна она для того, чтобы со стороны Нурсултана Назарбаева не было возможности применить военную силу, применить оружие. Сейчас наша задача разоблачать и показывать те ситуации, когда этот режим неправомерно применяет силу. Именно тогда мы будем добиваться, чтобы против нынешней власти применялись санкции. В первую очередь, сначала они будут персональные. Персональные санкции, они для Нурсултана Назарбаева очень страшные. Потому что основные активы его находятся за рубежом, за пределами Казахстана. Пусть даже они будут находиться в Китае или в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, все равно эти страны раскроют его активы, все равно эти страны будут вынуждены принять эти санкции и сами это применят, включая даже и Китай. Очень много их активов в Англии, во Франции, в Швейцарии, Италии. Все это будет арестовано, как минимум заморожено. И у них не будет возможности ездить за рубеж. Будут закрыты им карточки. Их дети не смогут учиться за рубежом. Это на самом деле для них страшный удар. Вы знаете, что известный российский бывший советский эстрадный певец Кобзон болел раком. И наступила в какой-то момент ситуация, что страны, которые успешно борются борются с раком, отказались его принимать, потому что сам Иосиф Кобзон попал в режим санкций. Вот собственно и наша тоже политическая верхушка, они свое здоровье поправляют на Западе. Вот представьте, что они не смогут лечиться на Западе. Так было с окружением Путина, с их женами, детьми, когда они не могли получить лечение на Западе, и их карточки блокировались. Это на самом деле очень серьезные действия со стороны США и Европы были предприняты в виде персональных санкций. Поэтому сила санкций, только персональных, она огромная. Не говоря о том, что если санкции будут приняты именно в конкретные отрасли, например, нефтегазовые, это фактически мгновенный обвал, это десятки тысяч недовольных людей просто сметут этот режим, чтобы вы понимали. Для чего нам нужна поддержка именно ведущих стран мира? Именно для этого, чтобы этот режим не мог применить силу, не мог стрелять в свой народ. Именно поэтому мы должны показывать весь предел власти, мы должны собирать десятки тысяч людей и создавать ситуации, когда власть будет бояться применять силу и не сможет, потому что после этого они найдут себе ни одного места на планете, где они могли бы спрятаться. Тут какой-то человек пишет, что якобы я кинул его брата на 20 тысяч. Знаете что, легенда, не слушайте. Если я такой мелочевкой никогда не занимался. 20 тысяч у вашего брата, я не знаю, кто такой ваш брат. Уже много детей лейтенантов Шмидта, уже в Казахстане много развелось. Рассказывает сказки, что они со мной сидели, со мной пили, со мной гуляли, якобы я им должен. Такую ерунду не говорите, пожалуйста. Появляются всякие люди, которые якобы вкладчики. Вы не найдете ни одного потерпевшего человека в стране, ни одного. Я знаю, сколько мне должны, сколько людей украл, включая самого Назарбаева. Но вы не найдете в Казахстане ни одного человека, который бы пострадал от действий банка, которым я руководил. Ни одного не найдете. Сегодня мне в личку задавали разные вопросы. Вопросы я хотел бы именно в контексте Венециюлы и Армении объяснить и ответить на них. Чтобы вы понимали, как действовать нам, нашим сторонникам демократического выбора Казахстана в нашей стране. Вопросы я хотел бы именно в контексте Венециюлы и Армении объяснить и ответить на них. Чтобы вы понимали, как действовать нам, нашим сторонникам демократического выбора Казахстана в нашей стране. Мне говорят, вот просто в Армении было свободнее, люди могли выходить на митинги. В Армении лидеры оппозиции могли находиться внутри страны. Мне говорят, что Венециюля, Гуайда внутри страны находится и не такая плохая власть Венециюля. Раз, значит, лидеры оппозиции внутри страны находятся, их не арестовывают, значит, все нормально, не так все плохо. А вот в нашей стране так страшно, так плохо. Вот Назарбаев, если что, стреляет. Назарбаев, если что, сажает. Даже с голубыми шариками выходит и посажает. Это он такой страшный. И у него там сила, полиция, армия, все прочее. Но я вам сейчас объясню по этому поводу очень просто. Во-первых, чтобы вы знали, все диктаторы имеют армию, полицию. Все диктаторы имеют вооружение разное. А уж у Венециюлы армия покруче, чем у Назарбаева во много раз. И полиции больше, и силы больше, и денег побольше. Как я говорил, страна занимает ведущее место в мире по запасам нефти. То есть даже Саудовская Аравия по запасам уступает Венесуэле. И в этих же странах также репрессируют. Убивали людей, убивали лидеров оппозиции. Десятки людей в Венесуэле погибло. И немало людей погибло в Армении в предыдущие годы. Вы просто видите итоги, видите итоги, результат того, что произошло. На самом деле, многие годы оппозиция боролась с нынешним, с тем режимом, который в итоге пал. Они многие годы боролись, и многие эти деятели попали в тюрьмы, пострадали, пострадали их близкие. Не было такого, чтобы им кто-то дал возможность сопротивляться и бороться. Якобы нынешние авторитарные лидеры, они были добрее, есть добрее, чем султан Назарбаев. Это ерунда. На самом деле, те или иные свободы, ну, например, возьмем Россию. Десятки тысяч людей выходят на улицу. Им даже не дают разрешение на митинг, тем не менее, они выходят. И наши граждане говорят, ну, просто Путин там хороший, по сравнению с Назарбаевым. Поэтому там митинги проходят, они даже разрешаются. Вот в Армении тоже люди выходили, власть не такая была жестокая. Это заблуждение. Власть забирает себе пространство ровно столько, сколько дает народ. Если народ молчит, при каждом отъеме его прав и свобод, то диктаторский режим будет забирать все больше и больше. Так случилось с Назарбаевым. Он забрал себе и забирает ровно столько, сколько позволяет ему народ. Народ молчит, он себя там навешивает миллион орденов, он себе заберет все богатства страны. До тех пор, пока народ не поднимется, он будет забирать максимально все. И деньги, и всю экономику, и все имущество, все финансы страны, всю политическую власть. Он будет забирать тебе ровно столько, сколько позволяет ему народ. Поэтому та плохая ситуация, которая сложилась в Казахстане, она в первую очередь связана с нашим народом, который позволил ему взять столько власти и фактически удушить народ. В России народ выходит так не потому, что Путин добрый, потому что они готовы бороться, сопротивляться, они дерутся с полицией. Вы видите, там массовые драки даже происходят. И завтра, если Путин попытается запретить митинги, не дать, они все равно выйдут. Все равно выйдут, все равно будет выходить. И ему же будет хуже. Поэтому Путин вынужден давать разрешение на митинги. В Армении то же самое. Армяне строили баррикады на площадях, объявляли голодовки. Тысячи людей выходили, дрались с полицией. Именно поэтому оппозиция смогла работать внутри страны, потому что народ эту возможность отвоевал. Отвоевал не автоматами и пулеметами, как сегодня кто-то в чате воспринял, что вот слово отвоевал, типа воевал. Нет, отвоевал именно мирными акциями, борьбой, сопротивлением. И именно поэтому власть пятится назад ровно настолько, насколько наступает народ. И еще я хотел бы по поводу лидеров откомментировать. Опять наши люди продолжают ждать некого лидера, который появится, и сразу народ косяком пойдет за ним. Такого не бывает. Ну, во-первых, в авторитарных странах, там, где народ молчит, лидеров убивают сразу, сажают в тюрьму и как минимум выгоняют из страны. Это мой пример. Я и в тюрьмах сидел, и все прошел, и вынужден был уехать из страны, и продолжаю бороться за пределами страны, потому что мне не дает возможность это сделать даже не режим, а народ. Потому что народ не выходит десятками тысяч на улицы, и таким образом не дает возможность формироваться лидером, работать внутри страны. Не лидер, вот лидер же не Бэтмен, раздвинул плечи, и него из автомата стреляют, он себе стоит, ничего не боится. Нет. Как я и говорил, Бэтмен это народ. И именно поэтому Назарбаев силен, потому что народ слаб и молчит. Когда мы встряхнем себе страх, когда начнем двигаться, как люди в Армении, как в Венесуэле, тогда этот режим будет смешным и жалким. Ну, представьте себе, жалкий старик, которому 79 лет, немощный, хромающий, ужасный, красноязычный, который рекомендует народу Казахстана идти на кладбище, сравнивать свою текущую жизнь с покойниками. Он всякую глупость говорит, он говорит не как президент, а вообще, я не знаю кто, даже вообще у него бессвязная речь, и такой человек оказывается такой страшный, все его боятся. Мы же понимаем, что не в нем дело, а в дело в полиции, дело в армии, дело в тех людей, которые поддерживают, как недавно молодежь визжал от восторга, что оказывается они поддержали за его дряблую старческую руку. То есть Назарбаев у власти только потому, что еще очень много людей, они просто его терпят, кто-то его поддерживает, именно этим можно считать, что питается его власть. Если народ отойдет от него, если народ скажет нет, то перед вами будет старик, который будет переживать и думать, как просто сходить в туалет от страха. Назарбаев не обладает никакой силой. Сила в народе. Представители полиции это тоже народ. В армии тоже народ. Они тоже страдают, у них нет жилья, они получают низкую заработную плату. Верхушка политическая во главе с Назарбаевым гребет миллиарды, держит на западных счетах, шикует, остальные бедствуют. И вот тогда, когда этот бедствующий народ скажет нет Назарбаеву и не будут бояться выходить десятками тысяч, как в Армении, как в Венесуэле, тогда власть Назарбаева кончится мгновенно. И вы быстро увидите, что это жалкий человек, и будет удивляться, как же так, столько лет мы его боялись. Он вообще никто, никто он, понимаете? Поэтому, когда мне говорят, как объединить народ, я отвечаю очень просто. Как в Венесуэле, как в Армении. Мы должны объединить наш народ. Мы должны добиться, чтобы десятки тысяч людей по нашему зону выходили на улицы. И таким образом мы добьемся смены режима. Добьемся и объедним наш народ. Сегодня у меня еще были вопросы, спрашивали, будем ли мы преследовать нурботов. Я написал нет. Нам не нужно тратить силы, ресурсы на какую-то мелочь, как нурботы. А никто они, никто они получают, эти несчастные люди, две тысячи тенге в день от власти, чтобы написать какую-то пакость. Мы просто их забаним везде, и все, а их нет. Зачем нам гоняться за какими-то нурботами? Зачем нам их расследовать? Нам надо заниматься серьезными делами. Строить новую страну, сильную. Развивать экономику, культуру. Строить ведущую страну мира. Не гоняться за какими-то нурботами. У меня спрашивают, будем ли мы наказывать ту молодежь, которая лизала руки Назарбаева и тащилась от того, что погладил Назарбаев девочке эту руку. Я еще раз говорю, нет. Достаточно народного презрения. Эта молодежь сама будет стыдиться, сама будет просить вырезать эти кадры, чтобы никто этого не видел. Это позор останется с ними на всю жизнь. Назарбаев у власти 30 лет. 30 лет он коррумпировал всю страну. Ржавчина этой коррупции фактически попала в любой организм нашего человека. Любой. Потому что он 30 лет у власти. Поколения сменились друг за другом, а Назарбаев был у власти. Так или иначе, каждый из вас участвовал тем, что поддерживал эту коррупцию. Где-то давал взятку, где-то промолчал, где-то боялся. И мы знаем, что наших учителей заставляет вступать в Нур-Атан. Наших студентов тоже заставляет вступать в Нур-Атан. Наших чиновников. То есть этот шал фактически свою паутину все граждан страны. И что? Мы должны их преследовать? Как я говорил, нам нужно строить страну. А если мы сейчас будем заявлять, что будем преследовать ту молодежь, которая лизала руки Назарбаеву, мы будем преследовать Нур-Ботов, мы будем еще кого-то преследовать. С кем вы собираетесь, ребята, остаться? Это будет огромное сопротивление. Больше половины народа будет поддерживать этот режим, опасаясь, что придет новая власть, которая будет их преследовать. Когда они так или иначе были вынуждены делать тельные действия, чтобы прокормить семью и так далее. Но я не говорю о реальных преступлениях, об убийствах, о грабеже. Я говорю о основной части населения, которые так или иначе были замарваны этим режимом. Поэтому мы должны привлечь к ответственности узкую группу людей, Назарбаева и его близких родственников, которые участвуют в разграблении людей. Мы должны привлечь силовиков типа Касимова, типа Карима Масимова. Эти 200 человек в список мы составим. Возможно, их будет больше. Но я еще раз призываю вас всех строить новую страну. Не пытаться истребить, отомстить. Мы должны построить новую страну. Мы сделаем открытые выборы. Когда вы будете спрашивать, что к власти могут прийти все те, кто участвовал в преступлении Назарбаева, мы говорим нет, потому что выборы будут открыты и честные. Потому что депутата будет избирать народ, и народ не допустит. Те, кто участвовал в воровстве вместе с султаном Назарбаевым, участвовал в его преступлениях. Именно поэтому я говорю, что нам нужно миллион сторонников, которые хотят построить новую страну. Нам нужны миллион наших сторонников, которые понимают, что мы хотим построить. Нам нужно миллион сторонников, которые объяснят друзьям, соседям, родственникам, что мы будем делать. Мы не будем мстить. Мы будем строить новую сильную страну. И этот миллион наших сторонников не допустит, чтобы во власть пришли люди, замаранные преступления против народа. Любыми преступлениями. Мелкими, больше. Да, если эти были преступления какие-то, не связанные с жизнью людей, я думаю, надо просто перешагнуть и идти дальше. Поэтому я излагаю свою позицию, когда кто-то говорит... Именно открытая система выборов, прозрачная, когда средства массовой информации не будут зависеть от власти, когда все принципиальные решения принимает народ, когда министры, премьер-министров будут избирать депутаты, а депутатов будет избирать народ, это позволит нам избавиться от тех коррупционеров, которые работают сейчас в нынешнем режиме. Продолжение следует... Поэтому, ребята, вы уже, наверное, понимаете, что нам нужно делать и как нам добиваться результатов. Нам нужно объединять народ, нам нужно продвигать программы демократического выбора Казахстана, нам нужно добиваться, чтобы наши сторонники открыто выходили на акции протеста. Сегодня 100 человек, как здесь я читал на фейсбуке и в чате правильно написано, завтра тысячи, послезавтра 10 тысяч пошагово тренироваться и защищать тех, кто попал под давление режима. И мы, находясь за рубежом, будем использовать все наши возможности, чтобы эти люди были защищены. Мы окажем, безусловно, разную поддержку, будем добиваться международной поддержки. Я говорил, все те, кто пострадали или пострадает от рук режима, они получат поддержку, когда власти придет нового правительства демократического выбора Казахстана, как и денежной компенсации. Все формы поддержки будут оказаны новым правительством, и, безусловно, эти люди получат высокий уважаемый статус в нашей стране. Вы посмотрите, это именно народная акция была «Я не голосовал за Назарбаева». Это не мы, именно штаб придумывали. Это парень из Уральска в своем обращении предложил это сделать, мы подхватили, и я вижу, что эта акция пользуется огромным успехом, и люди выходят открыто и прямо говорят «Я не голосовал за Назарбаева». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И когда таких людей будут десятки тысяч, поверьте мне, этот режим упадет мгновенно. Все авторитарные режимы падают неожиданно для тех, кто рулит. Вспомните Советский Союз. Только, что называется, вчера люди голосовали за сохранение Советского Союза, а утром проснулись, нет Советского Союза, и никто этот Советский Союз не защищал. Так будет и с режимом Нусултана Назарбаева. Утром он проснется, и все, власти у него нет. Почему? Потому что он задавил средства массовой информации, телевидение, потому что его окружение рассказывает сказки, что его народ любит, и он даже не поймет, что же произошло. А произошло очень просто. Мы знаем, что 90% населения против этого режима, и им нет возможности высказать свою позицию. Именно организовывая митинги, акции протеста, мы должны собрать это недовольство в один кулак и добиться смены режима. Добиться смены режима мирным путем. Никаким либо переворотом, никаким это применением оружия, только мирным путем. И таких примеров нам сейчас мир дал много. И Венесуэла, и Армения, и Грузия. Везде прошли смены режима мирно. Мы таким образом получим поддержку ведущих стран мира. Мы получим таким образом подтверждение, что это легитимные действия, поддержанные всем народом. Когда народ выходит десятками тысяч, никто не может противостоять народу. Уважаемые друзья, внимательно следите за событиями в Венесуэле. Я буду комментировать. Это большой урок как для авторектарных стран, так и для нас, которые живут в этих странах и хотят смены. На сегодня я свой эфир завершаю. Сава Волгсдар. До встречи в эфире. До встречи в Венесуэле. 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 До встречи в Венесуэль.